Находится Михаил Касьянов. Здравствуйте. Как оценивается происходящая акция? Акция еще не началась. Мы попытаемся собрать людей, которые не могут проникнуть сюда в связи с усиленными мерами безопасности, поскольку, хотя рамок выставлено много, но сейчас только мои звонят коллеги-соратники, еще на площади перед рамками стоит порядка 30 тысяч не могут пройти, поэтому мы не начинаем движение. Пока мы завершаем подготовку к началу нашего траурного шествия. О каком количестве участников этой акции можно сейчас говорить? Я не видел, сколько сейчас, я пока стою уже здесь в течение часа, сколько там уже. Но раз мы уже вышли из Китай-городского проезда по тем меркам, которые полиция применяет, там должно было быть 30 тысяч, значит, есть еще 20, уже 50, наверное, я так могу понимать. Если 30 стоит еще до рамок, значит, уже больше 50. Но это мои представления о том, сколько вмещает эта территория. Но полиция мне сказала, что Китай-городский проезд – это 30 тысяч. Если мы здесь плюсом еще здесь, значит, уже больше, чем 30 тысяч. Если 30 тысяч еще не могут пройти, значит, уже больше, чем 50. Поэтому мы ждем и команды, и сигналов оттуда. Сейчас полиция пытается, по нашей просьбе, увеличить количество рамок для того, чтобы обеспечить проход тех людей, которые желают присоединиться к нам в этой колонии, стоят на Славянской площади. Мэрия Москвы пошла навстречу оппозиции, разрешила провести это траурное шествие здесь, в центре Москвы. Как оно организовано, в том числе и сотрудниками безопасности? Ну, наш вчерашний разговор с руководством мэрии и с теми теми людьми, которые отвечают за обеспечение, организацию безопасности таких мероприятий. Ну, во-первых, это, скажу так, общее мое впечатление о том, что люди действительно озабочены, озабочены происходящим и хотят помочь. Почему и нам, видите, в течение короткого срока, в течение двух часов мы согласовали решение на сегодняшний день. Поскольку трагедия, происходящая трагедия, она, конечно, не просто взволновала всех, а я считаю, она взорвала в сознании людей вообще необходимость переосмысления всего, что происходит. И я даже чувствую, что это и у сотрудников полиции, и у чиновников, которые работают и в мэрии, и в правительстве. Мы даже вчера слышали комментарии некоторых из правительственных министров. Поэтому я, конечно, уверен в том, что трагическая гибель Бориса, мерзавцы эти будут найдены, а трагическая гибель Бориса, конечно, будет переломной точкой в осознании нашим обществом, гражданским обществом, теми людьми, которым не все равно, что происходит в стране. Прежде всего, конечно, это средний класс. Средний класс всегда является движителем развития. Средний класс всегда является движителем экономического развития и морального развития. И средний класс, я имею в виду, среднего класса не просто людей, среднеобеспеченных, а людей, которые имеют образование и ответственность перед страной. Фактически они патриоты, осознанные патриоты, а не просто ура патриотизм, а осознанные, потому что они понимают, что патриотизм это просветание людей. И эти люди, живущие в городах, крупных городах, в Москве, в Питере, в других крупных городах, эти люди, конечно, должны исполнить свое... Сначала переосмыслить сами, что происходит. И эти люди должны уже внести это свое слово и свое мнение к остальному населению страны. Я уверен, что в течение нескольких месяцев ситуация будет меняться. Перемены неизбежны, и я уверен, что граждане поймут это и будут двигать эти перемены. Двигать перемены в конституционном способе, добиваться от власти, чтобы она исполняла конституцию и обеспечивала уважение прав человека, чтобы не было вот таких вот злодейских убийств, кого-то бы не было, для того, чтобы мы могли по-настоящему говорить, что в России права человека защищены. Но эта власть уже это не сделает, но мы добьемся того, изменив эту власть через свободные выборы.